Даня Милохин Которому Ксения Собчак на интервью уже третьим подряд рассказала, почему его отменили в России и как ему вернуться в страну. Также Алишера продолжает задевать Дилара. Все эти, а также другие горячие новости мы обсудим в сегодняшнем новостном дайджесте. Что ж, давайте приступать. Но перед тем, как мы начнем, хочется посоветовать вам крутую вещь. Hustle.rf – это магазин крутых кроссовок и одежды по самым вкусным ценам. В ассортименте более 3000 моделей кроссовок и все в наличии. На сайте только реальные отзывы покупателей магазина, которые можно проверить. Удобное оформление заказа и отзывчивая поддержка профессионально помогут подобрать правильный размер. И самое главное, у ребят есть бесплатная доставка и оплата при получении. Также только для наших подписчиков действует промокод BPM, дающий скидку аж 30%. Заходи на проверенный магазин и убедись сам. Ссылка будет в описании под видео. Ну а мы начинаем. Поехали! Даня Милохин продолжает серию своих эпичных высказываний. Два дня назад в сети появился выпуск интервью на канале Евгении Медведевой, где в качестве гостя оказался Даня Милохин. Во время разговора речь зашла про Сахалин. И вот что сказал тиктокер и музыкант. Ты не знаешь, где находится Сахалин. Сахалин. Если прям думать, Сахалин, что это такое Сахалин? Это город? Давай так, давай так. Это страна? Это страна. Или? Или город. Или город. Ты меня спрашиваешь. Или остров? Или полуостров? Сахалин это остров. Молодец. Где? В какой стране? В Канаде. В Канаде Сахалин. Это правильный ответ. Реально? Да ты верешь? Нет. Но это уже отреагировала Марьяна Ро, блогерша и девушка иноагента Фейса. Дело в том, что Марьяна сама родом из Южно-Сахалинска. Вот что она написала. Цитата. А мы еще угораем, когда американские подростки не знают столицу своей страны. Простите, американские дети, Христа ради. Я больше не буду смеяться. На самом деле, это не первый раз, когда Даня Милохин вот таким образом высказывается о целом регионе России. Будучи частью телешоу, еще когда Даня жил в России, он удивлялся, что такой остров, как Сахалин, вообще есть в составе нашей страны. Какого ты острова? Остров Сахалин. Сахалин. Похож на рыбу? Давно, там далеко. Дальний Восток. На Востоке далеко, да. Остров. Да. Отдельный. Да. В России есть. Вообще, различные публичные высказывания Милохина давно сделали его не самым лицеприятным персонажем с точки зрения старшего поколения. Теперь Милохин ассоциирует вообще со всей молодежью, считая, что она примерно такого же уровня эрудиции. Хотя вполне может быть, что Милохин просто специально строит себе такой образ. Но так или иначе, некоторые его речи разлетаются по сети как раз как пример его хода мыслей. Вот его выступление на Петербургском экономическом форуме. Они не целились именно в то, чтобы оставить след какой-то. Они делали, считали это интересным, считали это веселым, считали это каким-то, не знаю, может, красивым. Делали, и как-то у них получилось оставить след. То есть, я думаю, у всех есть шанс оставить этот след. Дань, можно вопрос от меня, уточняющий. Правильно я понимаю, что клип «Золотая чаша» с твоей точки зрения останется в истории? Ну и отметим, как Даня Милохин недавно уже становился центром скандала. На своем стриме он назвал фаната, которые сфотографировались с ним на улице, неиспорченным продуктом, что возмутило женскую часть его аудитории. Шарлот заявила о своем намерении вернуться в Россию. Певец, который сжег ранее российский паспорт, написал в социальных сетях, что хочет вернуться в страну и презентовать свой новый альбом. Но ему не хватает денег на билет, поэтому он попросил своих подписчиков о материальной помощи. Я возвращаюсь в Россию. И решил сообщить об этом заранее, потому что не хочу быть каким-то там тайным гостем. Я еду к себе домой. Но если посмотреть на эти его высказывания, то можно удивиться. Ведь еще не так давно артист в своих социальных сетях писал настолько странные вещи, что некоторые из них невозможно показать в видео на ютубе. Например, он в довольно жесткой манере высказывался про своих родителей и даже обзывал их. Мы сделали про это отдельный пост в нашем телеграм-канале, ссылка на который будет в описании видео. Там мы периодически выкладываем ту жесть, которую Шарлот пишет в социальных сетях. Ну а по поводу его возвращения в Россию, вы можете написать свое мнение в комментарии. Как думаете, нам стоит ждать его фита с шаманом? Как мы уже говорили в других новостных выпусках, после публичного интервью Алишера Ксении Собчак состоялось второе интервью, где на вопрос отвечала уже телеведущая. Она, в частности, ответила на вопрос Моргенштерна, почему его преследуют в России. По ее мнению, он случайно попал под замес и оказался пешкой в интригах кремлевских структур. Вот часть цитаты. Честно, я считаю следующее. В России существует несколько воюющих между собой башен Кремля. Как Игра Престолов, смотрел? Ты в представлении определенных людей был связан с одной башней. Одна башня, это та, где у тебя должно было выйти шоу на СТС «Русский ниндзя», другая, которой ты не нравишься. Соответственно, есть люди, и я пыталась донести до тебя эту мысль в переписке, но ты меня тогда не слышал. Есть люди, которые борются между собой за власть. Мне кажется, если ты вернешься в Россию с каким-то классным социальным или культурным проектом, не связанным никак с войной, просто с чем-то, что в глазах принимающих решение будет про хорошее, про какую-то пользу обществу и России, то мне кажется, это вполне рабочая тема. Ранее, в первом интервью, Алишер уже сообщил, что не выступает категорически против того, чтобы вернуться в страну, и даже готов рассмотреть предложение выступить в зоне боевых действий. Ну, слушай, вопрос серьезный, и я буду тщательно взвешивать все за и против, если такое предложение поступит. По сути, с одной стороны, что у меня? Это возможность наконец-то давать концерты, домой съездить, в баньку, в Уфу на дачу, куда ты на вертолете прилетала, с бабушкой, наконец-то. У тебя там, кстати, душевник. Да, там пиздец, да, с бабушкой увидеться, наконец-то. Ну, домой вернуться, а на другой чаше весов... Блин, мы же просто оба понимаем, что если я там выступлю, это будет политическим высказыванием. А я так и не хочу делать никаких политических высказываний. Но так или иначе, я буду решать это вот по мере поступления, да. Если вот такой вот придется делать выбор, буду тщательно думать. Сейчас пока не знаю. Кстати, в прошлом дайджесте мы уже показывали реакцию Дилары на это интервью, где Маргенштарн говорил много нелицеприятного про их брак. Тогда девушка выложила тикток, где как бы отвечала Алишеру, что ей все равно на его слова. Теперь появилась новая реакция от девушки. Она репостнула к себе в социальные сети вот такое видео. Марко Ройс. Мой любимый Марко Ройс. Снова не чемпион Германии. Теперь поговорим немного о чартовых позициях в преддверии самой громкой пятницы в этом году. На данный момент в российском Apple Music альбом обладает Players Club 2, опередил почти всех, кроме кей-поп-релиза Stray Kids Rockstar. И занял второе место. Кишлак с альбомом S-Hig 2 оказался на седьмом. Релиз Мрачные тени 2 от White Punk на одиннадцатом. Еля Плак с EP Everybody Hates Ella Pluck на тридцать первом месте. Совместный альбом Рекросса и Мик Милла Too Good To Be True попал на тридцать четвертое место. Ну а альбом Блокида Let That Hit релиз лейбла Haunted Family на сорок шестом месте. Вот кто точно заберет чарты после релиза своего проекта, так это Токсис, который перенес выход своего альбома на декабрь. Вряд ли он боится конкуренции, которая в ноябре будет просто сумасшедшей. Скорее всего, он просто заканчивает работу над альбомом. А пока все это дело движется, он дает концерты, на которых происходят не самые приятные вещи. Например, во время стейдж-дайвинга. В нашем телеграм-канале мы выложили видео, где артист неудачно прыгает в толпу и даже выбивает зуб фанатке. По крайней мере, так писали люди, побывавшие на концерте. Ссылка на наш ТГ-канал и видео будет в описании ролика. Многознал раскрыл название нового релиза и показал его обложку. Альбом «Клуб без танцев» выйдет 17 ноября и станет первым релизом рэпера из Печоры за три года. Я люблю этот альбом, признался, многознал, анонсировав его за полторы недели до премьеры. Это, конечно, самый мрачный альбом, который я делал, но, честное слово, вот искренне я всю душу вложил. И те, кто со мной работали, вложили в него душу. Что касается концепции релиза, то вот, что рэпер рассказал в телеграм-канале. Цитата. У альбома есть концепт, но он не в истории идет. Там нет и Феруса. На альбоме «Клуб без танцев» концепция заключается в зове предков. Поймете, когда услышите. Для меня это важная тема. От первой до последней секунды альбома она будет повсюду. Но в серединной части альбома будет тема пробивания зубопредков сквозь песни. Я, наверное, сейчас лучше не объясню. Выражаться это будет в десятках различных элементов. И сейчас описываю одну из главных красных нитей. Этих красных нитей через весь релиз штук 10-11 точно. Не хочу это все раскрывать. Подписчики поинтересовались у Макса. Не планирует ли он переносить релиз из-за того, что в один день с ним также выйдут альбомы Биг Бэйби Тейпа, Оу Джи Будды, Мэйби Бэйби, Сода Лав и, возможно, кого-то еще. Вот что он ответил. Цитата. Вы за кого меня считаете, если думаете, что я буду переносить альбом, из-за того, что у других рэперов тоже выходят альбомы? Я вас люблю. Я люблю то, чем занимаюсь. И мне вообще все равно на все эти индустриальные приколдесы. Уже сейчас можно послушать первый сингл с релиза «Эти огни», в котором нашлось место и высказыванием об индустриальных приколдесах и зову предков. На сегодня у нас все. Какая новость впечатлила вас больше всего? Пишите свое мнение в комментарии, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем пока!